привет привет меня зовут светлана из какого ты города и почему решил приехать на ретрит светлана я из биробиджана здесь недалеко можно сказать захотела приехать на ретрит потому что душа захотела год такой у меня перемен я прихожу какие-то каким-то быстрым решением и осуществляю все что хочу волшебный такой год почему выбрала свету лаврову как человека к которому а я я даже не выбирала просто откликнулась я причем вот наверное увидела ее впервые может быть месяца два назад не не больше и вот сразу же я поняла что это мой человек я даже почувствовала что-то вот в ней какие-то свои энергии и когда на ю тубе рассказывает о своей жизни о себе я поняла что что-то даже откликается то есть получила отклик поэтому я поняла что с этим человеком я хочу встретиться она быть и его полем его кроме какие привлекательные качества почему доверие возникло то есть мы же она очень открытая я почувствовала что это все правда это все про меня и рядом с ней я пойму себя еще больше лучше был ли у тебя какой-то конкретный запрос когда ты сюда ехала на ретрит для себя как-то формулировала что ты хочешь получить да конечно у меня было был один главный запрос который меня все время мучил как любого человека о предназначении так далее но в итоге я поняла что сейчас у меня другие задачи более важные я на другом этапе да и не надо торопить события надо идти строго по по своему пути ты поняла это прямо здесь во время ретрита перед построила маршрута до свой да то есть во время ретрита ты осознала что на самом деле истинный запрос требующий внимания иной да да насколько тебе удалось вот направить энергию в решение именно вот того вопроса который ты осознала для себя сейчас важно продвинуться в этом расшириться я честно говоря даже и и не надеялась что что-то у меня получится я была совсем в другом состоянии души и духа вот я даже не хотела особенно углубляться в это направление в эту тему но поле энергетика девочки которые окружали светлана вот я через них почувствовала силу в себе почувствовала вот эту вот мощь и разбых ну в общем ретрит разбудил во мне то что во мне спал и не хватало для того чтобы смело посмотреть правде в глаза я благодарна конечно правде в глаза для меня просто эти слова лучше что я могу услышать для меня это отправная точка в любом моем трансформационном пути очень рада что с тобой это произошло здесь как для тебя открылись места силы мы очень много ездили вот во время этого ретрита мы много ездили как тебе вообще байкал ольхон я на байкале второй раз а вот я была просто как туристка я видела чувствовала что здесь необыкновенное место но не прочувствовала тогда просто в обычных с обычными людьми обычной жизни как говорится с обычными запросами социальными там здесь совсем другое получилось и я еще тогда подумала что я обязательно сюда хочу вернуться чтобы понять и принять и получить от байкала то что он может мне дать но для этого мне нужно другое окружение другие люди и я отдав запрос получила очень быстро этих людей вот байкал это необыкновенное место силы байкал он очень глубокий и воссоединяясь с этим местом с его природой необыкновенной такой вот северной именно это привлекает в байкале не южный там берег там солнце пляж а именно вот это вот но здесь нет суровости северные здесь такая мягкость и отеческая доброта вот байкал он как отец ровно также его чувство ты вот сейчас выразила словами что я не могла соединить думала для себя думаю северная природа холодная вода ты заходишь и как вот знаешь тебя как обнимает этой нежностью вот не могла соединить ты сейчас сформулировала как отеческая забота и я поняла что он любит что мир любит меня и дает все самое лучшее только надо не бояться это принимать вот плакала я в первый день и чувствую буду плакать в последний почему слезы очищение конечно же конечно очищение и вот светлана еще хочу сказать светлане вот ее поле она такой же бережная как байкал она как-то обволакивает очищает бережно и в то же время аккумулирует мои силы возможности мою любовь дает какое-то понимание раскрытия расширения и все это так незаметно так легко здорово просто я попала в сказку расскажи пять дней ретрита для тебя не показалось мало или может быть много ну вот именно этот срок пять дней это оптимальный срок я сначала думала что много потом почувствовала что мало что я хочу еще 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 чего-то что-то что-то мне тут не додают но практике экскурсия общение с байкалом с девочками со светой сырой с галя с тобой любое общение даже просто вот взгляд в мир в пустоту каждую секунду здесь идет какое-то осознание и и когда мы только приехали света сказала байкал место силы это ваше зеркало которое вас покажет и вас расширит и это прямо прочувствую поняла очень глубоко и уже вчера когда была последняя практика я уже поняла все я на я наполненная через край вот и возникло желание одиночество какого-то чтобы все это переварить и осознать потому что очень много на самом деле у меня примерно такие же ощущения я тоже всегда пять дней понимаю что я еле успеваю переварить все что на меня сыпется в эти пять дней но хотелось об этом отдельно поговорить на камеру потому что это популярный вопрос они мало ли пять дней а а что там за пять дней успевает произойти происходит многое да к чему мы готовы и самое интересное что я вот общаюсь сейчас вот с людьми даже вот когда только 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 ехала уже сюда вот уже как-то складывались и ситуации по моему запросу моментально я вот подумала что-то и тут же все осуществилось я вот самолетом с сыну вообще самой поездкой вот где-то я сомневалась если то все только во мне я засомневалась его надо мне туда или не надо потом почему не надо ты же приехала чтобы все посмотреть отдохнуть у меня был долгий путь ты сомневался еще в аэропорту по моему да я сомневалась до последнего даже в аэропорту я сомневалась я хотела не хотела получить поддержку кого-то очень было много сомнений в себе а вот я не чувствовала как мир откликается на меня то есть я уже была вот и в ауре светлана видимо вот и когда уже в иркутске мы приземлились был ливень просто ливень я подумал ну как же я с чемоданами ночью доберусь до гостиницы я подумала да доберусь отдела значит все на себя от дождя взяла зонт вышла машин очень много нет такси не понять есть или нет пошла по этим лужам в первую машину постучалась и не открыли причем довезли таскали мои чемоданы искали как зайти в эту калитку гостиничную в общем все по желанию и еще я почувствовала что я чувствую других людей вот я говорю а ты говоришь да ты говоришь что что я хочу то что я думаю и вот непроизвольно происходит вот такое вот объединение какое-то и чувствование себя через других это какой-то для тебя новый опыт да то есть так не было у тебя какое-то новое открылась это открылась впечатление да то есть возможно это и было качество но я его не ощущала не понимала и не верила в это то что так можно что можно так распахнуть глаза да да и все вокруг будет для тебя я хочу предложить тебе сейчас одну практику возможно ты будешь тот человек который через какое-то время через год полгода через один месяц посмотрит это видео и и мы с тобой можем сейчас вот с этого места с твоего сегодняшнего состояния отправить послание тебе самой чтобы ты сама себе хотела пожелать напутствовать напомнить и сказать через это видео которое посмотрит его вы же я хочу быть смелой не бояться не бояться чувствовать себя и проявлять себя скажи себе это я я смелая я не боюсь чувствовать себя и проявляться как бы это не хотелось данный момент благодарю тебя за этот отзыв благодарю за то что был этот ретрит вот в этом пространстве в этом кругу людей которые собрались я еще раз уникальным и до каждый человек который собрался сегодня вот приехал на этот ретрит я понимала что это люди собрались для меня я уже я ехала с этой мыслью и и так и получилось и действительно девочки все разные и каждая в каждой я почувствовал частичку себя и мы как бы дополнились как пазл какой-то я сложилась то что мне не хватало я получила от других девочек и я здесь душа моя поет еще потому что может быть много музыки песен и в голове постоянные слова песни сейчас я я очень волнуюсь и подготовилась да я просто чтобы не 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 забыть ночь пройдет наступит утро ясное знаю счастье нас тобой ждет ночь пройдет пройдет пора ненастная солнце зайдет солнце зайдет у каждого из нас душе спасибо да ну первое второе